С точки зрения финансов и с точки зрения мастерства, наверное, индивидуального футболистов Нью-Кассел Ната пропустил из-за травмы полуфинальный матч Кубка Лиги против Тоттенхэма И в частности поэтому сегодня Шон Лонгстав, молодой 21-летний полузащитник с первых минут 18-й Матео Ковачич и атакующая тройка 11-й Педро, 10-й Эден Азар, 22-й Виллиан Мауритсо Сарри Человек, забивший более двух мячей, на его счету 5 голов Главный тренер гостей Рафаэль Бенито, тренером Челси, выигрывал Лигу Европы Интересно, что и Бенитос, и Сарри работали не только с Челси С центра поля начинают, Педро играет назад и сразу длинная передача Давида Луиса на... Получается быстрая атака, Айосе Перес, нет, в штрафную войти так просто смеет Пас в одно касание, но здесь Жоржиньо в передаче ошибается Пусть и благодарит его Эден Азар за это На Педро мяч отлетает точнехонько к Виллиану, тот подключает Маркоса Алонсо, подача Все-таки не выдержал Испанец для разбега до рекламных счетов, поэтому на коротке Виллиан, Алонсо, прострел низом Кларк отправляет мяч голкиперу Дубровка Вот так вот Ньюкасл Ничего не... Длинные передачи, передачи или в борьбу, или подачи с флангов А вот хороший пас и очень опасный момент И 1-0 на девятой минуте Педро, который оказался в центре штрафной Который сместился сюда с фланга Великолепную передачу Давида Луиса И обработал, и дальше превратил в забитый мяч Вот действительно бурные овации Абсолютно уместны Редкие, но очень опасные длинные передачи Давида Луиса Это уже не выход из-под прессинга Это уже позиционная атака по сути Но при этом посмотрите, как балансируют на грани офсайда И как технично обрабатывают Альвара Марата чуть более 20 То есть Марат в два раза уступает Азару по этому показателю Пилян Жоржиньям Остроумная передача, заброс Подбор Эдена Азара Он дальше налево играет Опасный момент Ковачич Но там отчаянный подкат Всего лишь одна красная карточка И только три пенальти Этот орбитр назначил В текущем сезоне Ньюкасла По сути не успевают помешать Жоржини Вот посмотрите, он здесь мяч принял Уже на чужой половине поля и отдал передачу В два касания Ожидалось, а здесь длинная передача на голо-конте Да, он повыше Он ближе к чужой штрафной, чем Жоржиньо Что с ним вообще делать? Только так, да? Опять длинный пас Рюдингер и Давид Луис хорошо играют Очень быстрый и работоспособный Подключается Аспеликоэта Входит в штрафную Далековато мяч себе прокинул Это была не передача Но там было и касание И выиграет Виллиан Мягкая подача Набегает Давид Луис Удар, рикошет И что угловой Или в своего же Давид Луис попал 25-ая минута, кстати говоря Ричи Показалось, что нужна ему поддержка Но никто не двинулся к нему Ганалью Скидка дальше в центр Давид Луис Сверху безупречен Подбор Удар в одно касание Удар в створ Вот так вот Пробил Здесь свободная зона И вот длинная передача Рондон в центре ждет прострела Но Давид Луис А Йосип Переса Прострел останавливает Стратокнуть мяч Апсу Снова Рондон Опасный момент Удар Но вот такая простая В общем-то Атака Ньюкасла Забегание Маркоса Алонсо Пока игнорирует Педро Сегодня вряд ли будет много Длинный пас В одно касание Перевод дальше А Йосип Переса Пускает мяч на газон Но рядом уже Рядом уже Было гораздо меньше Чем сейчас Ковачич В одно касание Но Маркоса Алонсо Ура Из голевых матчей Подряд Челси была в последний раз В 1993 году Когда команду Аспиликуэто Снова Жоржиньо Педро И диагональ налево Нет Не точно А это хорошая скидка И вот опасный момент По-настоящему Удар Поворотом Айоса Переса Из убойной позиции Не сумела победить Саут Гэмптон 0-0 Та встреча завершилась И главный тренер В зоне 2015-2016 После 21 тура И тогда Ньюкасл в результате Вылетел Сыграть не может Совсем другого типа Форвардс А это Ацу Он уже в штрафной Но вдвоем Ричи Подача Удар головой 1-1 40-ая минута Ньюкасл Реализует Стандарт И Киран Кларк Сравнивает счет В этом матче Ну а кто будет спорить С тем что В общем-то К этому все и шло Ньюкасл Да по мере своих способностей Да достаточно просто Не слишком изобретательно Но Давил 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 В последние 15 минут Верхом штрафную Ричи Практически Параллельно воротам Пробил Мэтт Ричи Хотя Азар Под левую И удар по воротам Но он накрывает Этот удар Рондон Рондон Ацу И отличная передача Надо простреливать штрафную Рюдиги Совершенно свободен Слева Алонсо Подача Кому бы вверху сыграть Даже Ацперикой Завали короткие Средние передачи Но Анюкасл Просто Тем не менее Достаточно неприятно Для Челси Выходил из обороны В атаку И Канте Направо Опасный момент Педро Спасает свою команду Дубровка В великолепном броске Вытаскивая мяч Мяч отбил прямо перед собой Чем хозяева могли воспользоваться Эда Назар Пожонглировал слегка И мяч потерял Первого тайма Но Ньюкасл огрызается И пошла высокая подача В штрафную Ацу Мне кажется Ну посмотрел Невозможно Рондону И удобнее было Китка в штрафную Алонсо головой играет хорошо Вильям Сразу ему мешают соперники Алонсо успел После встречи За каждый мяч бороться И даже так В подкате Леника Вильям Штрафной А вот прострел Был слишком предсказуем Лежен Прочно Стоял Но с ним рядом Уже соперники Алонсо Очень хорош При подключении К атакам Алонсо низом Простреливает Опасно Вильям Свободен Потому что Сместились все в центр Защитники Ньюкасла Вильям Удар вдали Угол 2-1 57-ая минута Ошибается позиционно Оборона Ньюкасла Слишком стягивая Все силы Кэдэну Азару В центральную зону И поэтому Да, Вильям Во-первых Имел огромное количество времени Чтобы эту передачу Обработать Чтобы Дальше подправить мяч себе Посмотреть внимательно Где расположены обороты И голкипер И обводящим ударом В дальний угол мяч Отправить Красивый гол Но слишком много свободы Дали Вильяну Футболисты Ньюкасл Ну посмотрите И тут они уже Внимательные защитники Ньюкасла Азар Опять очень хороший Бельгийц Но вот здесь В сезоне 2017-2018 Годов Челси и Ньюкасл Обменялись победами Айоса Перес Рондон Перес снова с мячом Рондон Еще одна стенка Падает Штрафной Айоса Перес И футболист И в частности Очень хочет Маурицо Сари Судя по всему Видеть нового центрального нападающего Очень много разговоров Худет о том Челси Азар И слева Совершенно свободен Вильян Мяч в пятку Попадает Лежену Азар принимает Его бьет Рикошет Бридж Провожают Коучича Которого меняет Рос Баркли Восьмой номер Мое мнение А это Вильян Выходит один на один И не попадает В створ ворот Здесь по-моему Мяч можно было и не трогать Но Впрочем здесь Как мы видим В Лондоне Паредес Азара Но вот сейчас Такая аркировка Может произойти И сейчас конечно же О будущем лет Еще одна Пас уже не прошел Перес Под прессингом Футболисты Нью-Касла И ошибаются Мяч Это Давид Луис Его удар Поворотом Но удар Не точно Положение вне игры 75 Апсун Прострел Страфной Челси Рикошет Покидает поле На 80 Минуте Вместо него Появляется Остается На черной половине Поле Едлин Подача В штрафную В борьбу Нет Не в борьбу Ричи Ильяна Хотя нет Сейчас Хацан Одой Левее оказался Игрок свежий Высший Назамет В следующем матче Через неделю 19 Вы Продолжение следует